Детей обязательно надо кормить или мясо, понимаете, потому что мясо, это все-таки, вот как вы не говорите, это самая полезная пища на земле, потому что дети без мяса расти не смогут. Вы спросите у врачей, и вам то же самое скажут, то же самое. Без мяса дети нет, ни в коем случае. И сами экспериментируйте, а на святом не надо. У меня дочка, она никогда не нюхала даже мясо, выросла очень крепкой девчонкой, не болела, и всем остальным того и желаю. Все мои знакомые, друзья, которые меня окружают, сотни человек, у них дети не едят мясо, очень хорошо себя чувствуют, здоровые, счастливые, никакой анемии, никакой там истощения, никакой задержки роста, растут как эти, просто очень сильно, крепкие, крепкие, здоровые дети. Мои хорошие, вас зомбировали, просто зомбировали этим мясом. Услышали? Ваше понимание, это понимание зомби. Люди, которые живут без мяса, чувствуют себя в тысячу раз лучше, здоровее, и дети лучше себя чувствуют, и растут лучше, и все у них классно. Понимаете? И понять это можно, если ты начинаешь развиваться, работать над собой. А если уж говорить честно, в Ведах написано, что человек, который занимается духовной практикой и ест мясо, просто портит себе жизнь, создает лишнюю трудность, и все. Если вы отказываетесь от этого питания, вам легко заниматься, становится ей вообще отличным. И жизнь тоже. И легче бросить, потом вредные привычки становятся, потому что негатива в мышлении становится меньше. Мясо является главной причиной рака на земле. Главнее причины нет. Даже негатив не такая сильная причина, как мясо. Большинство врачей с этим уже начали соглашаться. В Китае провели глобальное исследование. Считается в организации здравоохранения самое большое из исследований на земле. Миллионы людей участвовали в этом исследовании, которое доказало, что мясо является главной концерной. Все люди, которые не ели мясо, все, которые ели, участвовали в этом исследовании, посмотрели статистику, оказалось, и они подали эту информацию в Всемирную организацию здравоохранения. Это было где-то лет, года 4-5 лет назад. Тут же Всемирная организация здравоохранения эту научную работу выставила на покаж, и все, весь мясной бизнес просто сбунтовался, начали шантажировать ВОЗ. То есть на них просто добить. И они потом поменяли концепцию, сказали, что мясо это вредная пища, но маленькие-маленькие, низенькие-низенькие, крошки-крошки, можно.